Слёт советов рабочей молодёжи звучит как привет из прошлого. Однако это событие состоялось в минувшие выходные на базе отдыха Прометей. Там побывала и молодёжь нашего телеканала. Я и Александр Петров. Раз, два, три! Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Подумали мы с оператором и первым делом по приезду на слёт отправились на пляж. Работать. Почему сложно быть работающей молодёжью? От себя много спроса требует. Чтобы заработать своё имя, нужно очень много работать. То есть пока вы работаете на имя, вы полностью отдаетесь работе. Отдых от строительства карьеры среди себе подобных, таких же молодых, активных и работающих. Вот одна из задач слёта. Впрочем, не основная. Главное событие – финал конкурса на лучший совет работающей молодёжи. И последнее задание – выступление. Такие, как Александр Нужнов, нужны везде. Молодой человек сочинил гимн предприятия, на котором работает. А я работаю рабочим на работе, на машинстроительном заводе. Наше место у самка и, между прочим, железо-дерево строгаем, рубим, точим. К этим болельщицам с косичками обычно обращаются по имени и отчеству, и только с их разрешения уходят домой. Они – воспитатели детского сада номер 78. Именно они предсказали победу нашей сборной в игре с Испанией. Баллы за выступление складываются с оценками за портфолио. В нём отчёты о работе советов, для чего они, собственно, существуют и чем помогают их участникам. Если ты активен здесь, то ты будешь активен везде. Соответственно, тебя заметит руководство, и карьерный взрослый просто неизбежен. По большей части мы работаем над проектами. То есть мы какие-то мероприятия организовываем. Добровольческий проект у нас есть – это помощь детским домам. В таком формате работающая молодёжь Чуваши встречается, пожалуй, впервые. Слёт проходит в рамках проекта президентских грантов «Пробона публика» в переводе с латинского – «ради общественного блага». Советов у нас насчитывается более 132. Здесь у нас 17 наиболее активных. В этом году мы оцениваем, как наша молодёжь, так как год волонтёра и добровольца, как наша молодёжь реализовывала свои добровольческие проекты и инициативы. Если вам после работы скучно просто идти домой, то внимание! Совет работающим молодёжи можно создать на любом предприятии, где есть сотрудники до 35 лет. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова